Это самый жестокий, самый бессмысленный и самый странный таракт, который я вообще помню. И когда ФСБ первый день заявило, что не видит украинского следа, ну я подумал, что да, видимо, это действительно провал какой-то наших спецслужб российских. Действительно система сгнила, она сосредоточена на политической мысли и уже совершенно не ловит мышей. И все это привело к страшной трагедии, когда погибли люди, причем это была бойня, это была мясорубка, даже я не знаю, что это такое. По-моему, это вот, я не знаю, были ли еще по жестокости, по бессмысленности такие таракты в мире, когда террористы не выдвигали ни требований, не изъявляли никаких претензий и так далее, просто тупо убивали людей. Вы знаете, меня очень сейчас смущает огромное количество нестыковок, огромное количество нестыковок, которые должны присутствовать при... вернее, которые вызывают у меня очень большие сомнения о природе этого таракта. Ну, давайте мы там начнем с самого начала. Первый таракт был подготовлен весьма профессионально. Почему профессионально? Я знаю этот Крокус Сити, я много раз там бывал. Я все-таки там всю жизнь свою занимался безопасностью, знаю там систему безопасности людей и так далее. Там все было профессионально, там было хорошее оборудование, там были нормальные системы пожаротушения, там были системы оповещений. По системам оповещений там сейчас в России полное сумасшедство идет, чтобы там все работало, все звучало и так далее. Там даже какие-то маленькие торговые центры на 3000 квадратных метров задалбливают проверками. А тут гигантская территория, огромная территория, там сотни тысяч квадратных метров. И я точно знаю, что там эти системы все существовали. Они были готовы к пожару. Вот я про пожар сейчас имею в виду. То есть, значит, преступники готовились. У них были покровители, у них были сообщники, у них были серьезные ресурсы. Они имели возможность, они не только знали всю систему безопасности, но они также могли ее отключать. Я просто убежден, это мое личное, конечно, мнение оценочное, но я просто убежден, что они отключили систему оповещения и пожаротушения. Плюс к этому они изучили всю охрану. То есть, это серьезнейшая подготовка. Ну, многомесячная, я бы даже сказал. Многомесячная. Видимо, информация каким-то образом утекла к американцам, и они, чтобы не спалить свою агентуру, предупредили об этом публично. Теперь дальше. Публичное предупреждение американцев. Меня вызывает какое-то сомнение, потому что, ну, если бы это не была возможность серьезной утечки ликвидации, предположим, агентуры, или это не было бы подготовлено какими-то структурами, провластными в России, они бы, наверное, сказали больше информации. Они не сказали больше информации. Почему? Это действительно было подготовлено какими-то провластными структурами? Это действительно была агентура какая-то внутри ЕГИЛ, которую нельзя было никак расшифровывать. И вот тут опять вопрос. И теперь самое главное. Самое главное. Самое главное, что суперподготовленные боевые... Да, не могут люди, вот, понимаете, психологически. Я вот проходил оперативную психологию, не только оперативную. Я вам могу сказать, что психологически люди не готовы убивать людей. Это нужна привычка. Это нужна тренировка, уж извините за цинизм. Это нужна привычка крови, к смерти, равнодушию, полная холоднокровность. Это вырабатывается только какими-то киллерами, структурами, которые занимаются убийством людей. Это либо армия, либо спецназ, который уже им понюхал пороху и имеет боевой опыт. Это какие-то наемные киллеры и так далее и тому подобное. То есть это люди, которые спокойно могут смотреть чужую смерть. А там была мясорубка, там бойня была. Там ужас что-то творилось. И чтобы какие-то нанятые по чатикам таджики могли обладать таким опытом боевым, я в это не верю. Потому что все дальнейшее получается, что профессионалы, суперпрофессионалы, подготовленные кровожадные киллеры, хладнокровные, превратились в лохов, которые на какой-то сраной машине, уж извините меня за непонятное выражение, куда-то там уезжают, пытаются уехать на одной машине, меняя номера. Если при таком преступлении там 10 машин, вот когда убивали в Испании вот этого пилота, там была машина, там были люди, там было подготовлено, там было и выбрано место, и там не сразу нашли труп. Машину сожгли, одну там, вторую. То есть никто там ничего не жалел денег. А тут на все какой-то дохлой машине куда-то поехали в сторону Беларуси, как и выяснилось потом, не Украины. Вот. И мы видим какой-то жалкий лепет, невероятную жестокость при задержании. Ну, удивительно просто. То есть профессионалы превращаются в жалких дилетантов. Геннадий Владимирович, а поясните, пожалуйста, позвольте уточнить, вы как раз заговорили, в любом, в любой новости, в свою очередь, ньюзмейкером была Симоньян, она везде приплетала Украину. Везде. Вот как вы правильно подметили. Меня очень сильно и смущает, потому что такое впечатление, что это сделали про властные структуры. И вопрос состоит в следующем, что вы уже привели в пример, как эти террористы ехали к границе с Украиной, хотя по факту было 120 километров до границы с Украиной. Во-вторых, идет война Российской Федерации. Они были задержаны на границе России и Беларуси, давайте так уж по-честному говорить. Да, и направление было совершенно другое. Но Симоньян, а как ни крути, но Симоньян, это одна из самых цитируемых журналисток Российской Федерации. Ну, можно сказать, ньюзмейкер, да, и инфлюенсер России. И почему вот такого, казалось бы, для россиян высокого уровня журналисты начинают сразу в любом искать украинский подвох? Медведев там же выступил, но с ним все понятно. Там у него уже проблемы не только с речью, а и с остальным. Вы с чем лично связываете моментальное обвинение Украины без каких-либо фактов? Более того, ИГИЛ уже даже опубликовал видео и сходство там стопроцентное и по одежде, и по внешности этих террористов. Вот, понимаете, у меня такое впечатление, что ИГИЛу дали это сделать. А может быть, даже помогли, и они сами, может, этого не понимали. Что им кто-то помогает, кто им ведет, кто их ведет. У меня ощущение полной ведомости всего этого теракта. Вот у меня ощущение, что это так, был, у Грубера людей вели за ручку и создали им условия. Очень нехорошее у меня впечатление, ощущение, честно говоря. Потому что вот разум отказывается верить в это. Разум отказывается. Ну, может быть, даже не разум, нет, наверное, чувства, эмоции отказываются в это верить. А вот вот эти факты и вот эти вот поиски украинского следа, они практически, так сказать, убивают все вот эти эмоции, заставляют думать о участии или, скажем, соучастии в этом теракте каких-то определенных провластных и властных структур. Вот, к сожалению. К сожалению. Я был и рад сейчас. Геннадий Владимирович, да, я бы хотел добавить еще по поводу нестыковочки. То есть то, что некая работа была проделана, напрашивается, да, такой вывод. Но то, что она была топорная, эта работа, ну, ведь даже это на уровне посла Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил о том, что задерживать подозреваемых участие в этом всем операции принимали белорусские спецслужбы. То есть как раз это все прозвучало, вот как говорил коллега Олег, что на фоне заявлений Симоньян и так далее об украинском следе. Вот эта топорность, вот о чем говорит, по-вашему? То есть нестыковочки тут просто невооруженным глазом видны? Слушайте, ну вот Симоньян, может, на самом деле цитируем журналистки. Но то, что она сделала с так называемым Петровым Башировым, они же Мишкина чипили, это же позорище на весь мир. То есть это просто было позорище на весь мир. Это была такая топорная работа, которую мировая история еще не знала. Когда дали трибуну убийцам, которые несли всякую пургу, ни словом, ни пута из показаний, тут же они были разоблачены. И это все как с гостью вода. Уж извините, там есть более точное выражение в русском языке. Поэтому вот Симоньян, это, к сожалению, квинтэссенция лжи. Лжи, агрессивные пропаганды, абсолютно, так сказать, несоответствие к каким-то фактическим обстоятельствам. Меня вот, я очень удивлен, потому что ФСБ, я так даже как бы, ну я не скажу, ну как бы, так сказать, успокоился, когда ФСБ сказал, что нет никакого украинского следа. И я тогда подумал, это действительно теракт. Это теракт, который просто пропустили. Чудовищный провал. Да, чудовищные провалы бывают, они бывают у всех. Все, и американцы провалились 11 сентября, и многие другие спецслужбы провалились, и провалилась, безусловно, израильская разведка, контрразведка в октябре прошлого года. То есть, бывают чудовищные провалы. Ну, да, конечно, там заигрались политические игры, перестали бороться с терроризмом. Я так вот относился первый день к этому теракту. Но вот все остальное, то, что начало сыпаться, и то, что вот эти глупости, истыковки, вот этот обман, ложь посыпались, как из рога изобилия, вот, честно говоря, меня вот просто шокировало. Вот тут, что я, как говорится, бывал и воробей, да, и много чего видел, и Норт-Улост, и Бесланы, и Буйнакский, чего только не видел. И, ну, вот это вот просто коробит, вот это вот, то, что сейчас произошло. Потому что число людей погибших и пострадавших уже произошло цифру Норд-Оста. В Норд-Осте, так сказать, там было меньше. Хотя там тоже очень много погибло, поголовать, но там погибло чисто поголовать, текст по идиотизму штаба, который не сумел организовать помощь людям. А здесь это просто, вот просто устроенная буйня. Там Брейвик, он, помните норвежский вот этот вот террорист, он все-таки, ну, меньше числа жертв. Хотя он тоже там отправился на остров, где были дети, и там никого не было, кроме него, вооруженного, так сказать, всем, чем только можно. Но я думаю, что мы не узнаем с вами правду пока. Мы только сейчас по костным признакам видим, например, по тем же винтовкам, по тем же, ну, в смысле автоматическим винтовкам, автоматам. Вот сейчас кто-то пишет, что это были штурмовые винтовки, кто-то пишет, что вот на пленке, на видео, на записи идет разбрызгание вот этих, ну, то есть идет вынос, брызг вот этих вот огненных. Это якобы говорят о том, что это при холостых патронах происходит. Я стрелял с холостых патронов в армии, честно говоря, не помню. Но вот я, меня тоже удивило, что очень много огня из автомата. Меня это удивило, потому что, потому что я настрелял в своей жизни из автомата сколько угодно там, все это, ты знаешь, там практически, только ночью виден огонь. Вот когда ты стреляешь, значит, не стрельба, там, да, там видно, что так вообще автомата и не видно его вот этих брызг огненных. Не знаю, сейчас надо разбираться с этим. Я не специалист по огнестрельным оружиям, кроме Макарова, там, и автомата Калашникова, я ничего много не стрелял. Вот. Поэтому надо смотреть. Еще вот эти вот нюансы надо рассматривать внимательно, видео анализировать, что это за тип оружия, как он оказался в руках вот этих лохов, уж извините, которых там задерживали. Тех ли задерживали, не тех ли задерживали, то ли оружие, не то ли оружие. Почему они не взяли ни один автомат с собой в дорогу, понимая, что их начнут... Ну, там масса, там тысячи вопросов. Чем дальше, тем больше вопросов возникают. Но почему-то они не взяли. Они же, мы же видели с вами, что один из... на видео. Один из нападавших вышел спокойно, прогуливаясь, так сказать, шел с автоматом по улице. Почему он не положил в багажник автомата? Почему у них там оказался на всех один пистолет? Может быть, чтобы удачнее, успешнее, безопаснее задерживать? Ну, там тысячи. Когда ты начинаешь это анализировать, возникают тысячи вопросов, на которые пока мы не можем получить объективного, честного ответа. вот как раз у нас минутка остается до завершения разговора. Я все же, вот, почитал телеграм-канал Симоньян, что она пишет. Вот такое ощущение, что оправдывается. Ее не останавливает количество фактов, подтверждающих, что это ИГИЛ, что ИГИЛ опубликовал фото, видео, и что все совпадает. Все равно она обвиняет западные спецслужбы и Украину. Вот, и все же складывается ощущение, что, о чем вы сказали, Олег Геннадий Владимирович, либо это сценарий, сам все проделанный самой же российской властью, ну, либо настолько обезопасено все было, настолько не защищены люди даже, даже в центре условного принятия решений, я имею в виду Москва и Подномосковье, что, ну, сейчас из шкуры вон лезут, дабы без суда и следствия найти виноватых. Кого? Правильно, Украину. Главного врага сейчас всего, всего сообщества российского. Вот это еще одно мое сомнение. Я много раз повод в Крокс, подчеркиваю. Там система безопасности не такая, что там на входе где-то там прорвался и все. Там есть много всяких барьеров различных. Там есть система оповещения, там работает камера, там тревожная группа находится в боевом, так сказать, состоянии. Там есть тут же на вызове, на моментальном вызове, на тревожной кнопке группы быстрого реагирования уже в правоохранительных органах с автоматическим оружием. Почему это ничего не сработало? Почему? Я никак не могу понять. То есть это вообще какой-то нонсенс, такое впечатление, что в этот момент в Крокос-Сити весь этот комплекс лишили системы безопасности. Ее как бы большим рубильником все отключили. Ну я вот, ну поверьте, что там очень много окраина, там очень много всяких систем барьеров, там очень много систем оповещения. Это серьезный центр, это не какой-то там домострой какой-то там в каком-нибудь там Урюпинске, извините, просто имя хорошее, город, наверное, прекрасный. Вот, поэтому вот это же не какой-то там дом культуры, имени там колхоза красная, так сказать.